Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ГРТ. В студии работает Ирина Караман. В начале выпуска коротко о главных темах дня. В Гагаузии состоялась традиционная августовская конференция педагогов. В первой половине сентября текущего года будет произведена выплата единовременного пособия для школьников с 1 по 12 классы. В Камрадском государственном университете прошла конференция, посвященная Лимбануастра в Молдове. В Гагаузии состоялась традиционная августовская конференция педагогов 2024, организованная Главным управлением образования Гагаузии. Конференция, являющаяся важной ежегодной площадкой для обсуждения ключевых вопросов образовательного процесса, была посвящена теме «Образование в Гагаузии. Верны традициям, открыток и инновациям». Целью конференции было подведение итогов образовательного и воспитательного процесса за 2023 и 2024 учебный год, а также определение приоритетных направлений деятельности на предстоящий учебный год. В рамках пленарной сессии глава управления образования Гагаузии Наталья Кристева приветствовала участников конференции и отметила важность сохранения традиций в образовательной системе, одновременно акцентируя внимание на необходимости внедрения инновационных подходов в образовательный процесс. После завершения пленарной сессии участники приступили к работе в группах, обсуждая актуальные вопросы, связанные с современной системой образования. Всего было организовано шесть рабочих ателье. Например, в рабочем ателье заместителей директоров по учебной работе образовательных учреждений Гагаузии педагоги обсудили улучшение качества образовательного процесса и внедрение инновационных методик обучения. В то же время участники рабочего ателья педагогов, вовлеченных в реализацию многоязычного образования в образовательных учреждениях Гагаузии, сосредоточились на разработке и совершенствовании подходов к обучению на нескольких языках. В первой половине сентября текущего года будет произведена выплата единовременного пособия для школьников с 1 по 12 классы. В соответствии с законом автономного территориального образования Гагаузия номер 17 от 31 августа 2022 года родители и законные представители подали заявление на получение денежной компенсации, которая составит 1000 леев для всех учащихся и дополнительно 500 леев для детей и социально уязвимых семей. Подробнее в сюжете моего коллеги. С началом нового учебного года учебные заведения снова открывают свои двери. Школьники готовятся к возвращению в классы и к новым знаниям. А предстоящие выплаты пособий станут для них и их семей хорошей новостью. Соскучились чуть-чуть. Да, за партой очень хочется вернуться. Ну вот, скучно на лето. Летом очень скучно. Всякие тетрадочки, карандашки. Очень интересно, да, собираться. На самом деле, вот так вот покупка в школе, это, наверное, самое интересное. Да. Пораза выбираешь тетрадочки, что-то. Классно. Подготовка к учебному сезону – это всегда значительные затраты для родителей. Многие семьи сталкиваются с финансовыми трудностями в это время. Пособие, которое будет выплачено в сентябре, станет важной поддержкой, отметили родители учащихся. Давно уже собрали. Ну, для них как бы не так затратно. Нормально. Все у них хорошо, справляются. В общем-то, вы сами знаете, сейчас не помешает даже и тысяча для детей. Для чего-то найдут ей применение. И то тысячи, и полторы тысячи сколько будет. Сейчас, в данное время, пять тысяч пошло на одного школьника. Девочка. Школьница у меня, вот, десять лет ей. Пять тысяч шли и стабильно. Конечно, полезно. В данное время сейчас маленькая копейка все равно полезна. Очень дорого. Ну, только тетради, вот, канцелярия, что нужно, туда уходит более тысячи лей. А уже одежда, сумка, рюкзаки, это уже еще больше. Немножко, ну, тоже хорошо. Значит, канцелярию мы можем купить за эти деньги. А уже вещи, там, рюкзак, все, что нужно, за свои. Уже хорошо. Главное управление образования сообщает, что пособие получит 15 тысяч 700 школьников. А общая сумма выплат составит 19 миллионов 912 тысяч леев. Выплаты будут осуществлены на ранее открытые банковские карты или наличными. В этом году в Гагаузии подано 7282 заявления на получение тысяч леев и 8420 заявлений на получение полторы тысячи леев. Управление образования и всю необходимую информацию о получателях единовременного пособия для школьников обработало и передало в Управление финансов для осуществления выплат. Олег Глотко, Валентина Чубан, Александр Глеков, Алексей Герча, Новости ГРТ. В Камрадском государственном университете прошла конференция, посвященная Лимбануастро в Молдове. Организаторами мероприятия выступил Румынский институт культуры Михаил Менеску в Кишиневе совместно с Государственным педагогическим университетом ИОН Крянге. Тему продолжит наш корреспондент. Участники конференции отметили важность языка как неотъемлемой части культурной идентичности народа. Представители академической и творческой среды, студенты и почётные гости говорили о роли государственного языка в современном обществе. Я желаю всем гагаузам, чтобы они воспринимали румынский язык как очень красивый язык и язык, который может им во многом помочь общаться в молдавском пространстве, так как мы сотнями лет проживаем здесь вместе с русскими, украинцами, евреями, молдаванами и гагаузскими народами. Емуна, очень хорошо, чтобы узнать о лимбе сулементар, но и мать лимба государства в стране, в которой мы живем. Праздник лимба-ностры является не только причем для торжества, но и важным шагом в консолидации усилий по сохранению культурной самобытности народов, проживающих на территории Республики Молдова, отметила преподаватель университета Бабиш-Боя-Кош-Напока, Евгения Бажога. Хочу пожелать гагаузам, чтобы они учили и знали свой родной язык гагаузский, так как язык представляет нашу идентичность. Через язык мы идентифицируемся как этнос, как национальность, также изучать и румынский язык, так как это является возможностью знать государственный язык. В работе конференции также приняла участие доктор филологии, возглавлявший три года румынский информационный центр в Камрадском государственном университете Кармен Димитриум. Нас объединяет много общего, поэтому я очень рада сегодня находиться среди вас и делать то, над чем мы работали три года. Ректор КГУ Сергей Захария отметил, что знание языков ценилось во все времена. Язык должен объединять, но ни в коем случае не разъединять. Если нам есть что делить, то делиться хлебом, знаниями и успехами, радостью, счастьем. Нас должно объединять, что мы граждане республики Молдова. Мы любим нашу родную землю. И чем больше мы знаем языков, родной, государственной и другие языки, мы богаче. Лимбануастры или День национального языка является государственным праздником, который отмечается в республике Молдова ежегодно 31 августа, начиная с 1989 года. Праздник Лимбануастры является не просто данью уважения, но и вдохновением для будущих поколений, для сохранения и приумножения уникального культурного наследия молдавского народа. Алена Терзи, Александр Глеков, Мария Казаку, ГРТ Новости. В День Успения Пресвятой Богородицы пять населенных пунктов Гагаузии отметили храм-села. В этот день в селах Тамай, Гайдары, Копчак, Чешмекё и Кирсово прошли божественные литургии и праздничные мероприятия. Как отметили храм-села в Кирсово, расскажет Наталья Андреяш. Село Кирсово 28 августа отметило День храма и 213-ю годовщину основания. С утра прошла божественная литургия, на нее пришли верующие, чтобы помолиться, принести дары и участвовать в этом большом празднике. После молебна детей ждали бесплатные батуты и попкорн. На стадионе прошли спортивные игры, волейбол, традиционные игры, городки и Трынта, а также фестиваль национальных блюд Гагаузов и Болгар. В полдень состоялось возложение у памятника дружбы народов. Кирсовчане продолжили отмечать храм-села концертом. Они были рады отвлечься от трудовых будней и встретиться с друзьями и знакомыми в праздничной атмосфере. Процветание села Кирсово. А что еще надо? Мира, добра и всего самого мира. Это храм-села. Он религозный праздник. Замечательный, потому что шикарный праздник организовали. Все очень хорошо, на высоком уровне. Очень интересно. Успехов, процветания и стараться развивать наше село. И как можно меньше людей, чтобы отсюда уезжало. Что мы все собираемся. Но самое главное, что я приезжаю из Германии сюда один раз в год, чтобы видеть все, встречаться с своими родными. Самое главное – мир и здоровье, чтобы мы могли приезжать сюда. В храм-села у нас люди все время собираются. В церковь ходят с утра на божественную литургию. Но после этого проводятся разные праздники и мероприятия. С вами одна свеча, что бы вы пожелали своему родному селу? Ну, родному селу пожелали бы здоровья, счастья, конечно, мира на земле и всех благ. Наш храм-села. У нас храм-села называется «Успение Божией Матери». И мы каждый год отмечаем этот день праздничный. Потому что надо, народ знает, что в день села мы все время собирались, проводили форы, песни, пели. И по сегодняшний день также продолжаем свою традицию. Храмовый праздник – это событие, которое сплачивает и объединяет, собирает самых родных и близких вместе. Отметила Башкан Гагаузия Евгения Гуцул, поздравляя жителей села Кирсова. Я хочу вас поздравить с храмовым праздником, пожелать вашему селу процветания, благополучия. А каждому жителю вашего села здоровья, мирного неба, взаимопонимания между собой – это очень важно. Чтобы мы были сплоченными, дружными. И все невзгоды будут нам не помеха. Искренне хочу пожелать процветания селу, долгих лет жизни жителям, мира, благополучия и всего самого доброго. Хочу пожелать нашему селу единства, чтобы мы всегда оставались такими дружелюбными. Я здесь родился, вырос и очень люблю свою селу. Я считаю, что мы многим большой пример. И то, что наши люди дружны, потому что все знают, что есть гаузская сторона, голландская сторона. Но я считаю, что уже этого давно нет. И все друг друга любят, уважают. И самое главное, что хочу вам пожелать. Мира, добра и чтобы в такие сложные времена, чтобы у нас хватило сил это все преодолеть. И вперед с гордо поднятой головой. Этот праздник односельчане очень ждали. И он очень трепетный и для меня, сказала примар Анна Хохлова. В первую очередь я бы хотела поздравить жителей, пожелать им мира в это сложное время. А дальше здоровье, все обязательно будет. У нас очень сплоченный народ, очень дружный народ. Он любит праздники. Я очень рада, что сегодняшний концерт людям по душе. Для жителей села Кирсова Башканга Гаузи подготовила сюрприз. Это выступление Эдикта и группы Sunstroke Project. Концерт с выступлением музыкальных и танцевальных коллективов завершился салютом и народными гуляниями. 28 августа храмовый праздник и 215-летие своего населенного пункта с размахом отметили жители села Чешмякёй. После насыщенной дневной программы затем в сельском доме культуры была организована яркая, красочная концертная программа. Подробнее в репортаже нашего корреспондента Алия Гадулогла. Для всех жителей и гостей села Чешмякёй выступили как местные артисты, так и звезды Гагузской эстрады. А также уже по доброй традиции местные власти чествовали семейные пары, прожившие в браке 50 лет. Жители села Чешмякёй обратились к Турдогу с поздравлениями. Самые лучшие впечатления. Я очень счастлива, что наше село собралось вот так вот и отметили этот праздник немаловажный. Башкан. Отдельное спасибо Башкану за то, что она приехала, мы с ней увиделись, то, что она контактирует с людьми. Спасибо ей за этот праздник. Самое главное – это здоровье, мир на земле. И, конечно же, пускай немножко наше государство подумает о наших пенсионерах, о наших маленьких детках, о инвалидах хотя бы и о дорогах. Пускай думают немножко и о людях. Я понимаю, что экономика у нас такая. Но всё равно хочется, конечно, жить достойно, и чтобы наши пенсионеры не ниществовали, как говорится. Настоятель храма села Чешмекёй Протерия Вячеслав Полизов отметил, что это один из самых главных праздников для всего православного мира. Успение Пресвятой Богородицы – это праздник, когда мы празднуем смерть Божьей Матери. Но мы празднуем не как смерть, как тление, а как переход Божьей Матери из этой земной жизни в жизнь вечную. То есть это праздник не тления, а получается не тление. По этому значению он имеет очень большое для всего православного мира в целом. Примар села Чешмекёй Пётр Маджар выразил уверенность, что только совместная работа и общие усилия позволят и дальше развивать населённый пункт. Хочется пожелать жителям села Чешмекёй мира. В первую очередь, чтобы в каждом доме был достаток, мир и согласие. Чтобы мы общими усилиями работали над теми проблемами, которые возникают, и находили решение насущных проблем. Депутат Народного собрания Гагузи от села Чешмекёй Леонид Киусе также пожелал дальнейшего развития и процветания родному населённому пункту. Хочу пожелать каждому чешмекёйцу мира, добра, спокойствия, благополучия. Чтобы в каждой семье царила Божья благодать. И чтобы мы жили, процветали в нашем населённом пункте. Приехала поздравить жителей села Чешмекёй с храмовым праздником и 215-летием населённого пункта. Башкан Гагузи Евгения Гуцул глава автономии пожелала всем единства и сплочённости для дальнейшего развития своего населённого пункта. Хочу первым делом пожелать нашему селу процветания, благополучия, взаимопонимания. Чтобы все разногласия по любым причинам, политическим, личным, чтобы они остались позади. Чтобы всё было хорошо и жили в дружбе, жили в сплочённости и в понимании. Тогда, и когда мы будем все вместе, объединены, тогда у нас и всё будет хорошо. Насыщенная концертная программа ко дню храмового праздника и 215-летию села Чешмекёй оставила незабываемое впечатление жителям и гостям села. Специальным подарком от команды Башкана Гагузи стало выступление Виталия Манжул и группы Кулай Сеслери. Олег Дулогл, Леонид Арфанос, ГРТ Новости. 24 августа на Камрадском стадионе футбольная команда Огус-Порт дебютировала во втором дивизионе чемпионата Республики Молдова. В своём первом матче в новом сезоне Огус-Порт встретился с командой «Ла фамилия Эсбендер». В турнирной таблице второго дивизиона участвуют 12 команд, из которых 4 представляют Гагаузию. Чемпионат будет состоять из 11 туров. Подробнее в сюжете Олега Лотко. Директор футбольного клуба Огус-Спорт Анатолий Мавради поделился планами на предстоящий сезон, а также выразил благодарность преданным болельщикам за постоянную поддержку. Команда тренируется. Я как руководитель обеспечил всё, что нужно для тренировочного процесса. Ребята приезжают, ежедневные тренировки проводят. Да, конечно, спасибо. Люди поддерживают, болеют, гудят, бьют в барабан. Это приятно. Выкрикивают название своего клуба. Это чувствуется. И много людей пришло сегодня на стадион. Надеемся, что с каждым матчем у нас будет всё больше и больше болельщиков на трибунах. Игроки футбольного клуба Огус-Спорт рассказали о своём настрой перед матчем и планах на сезон. Они отметили, что важным преимуществом для них является поддержка болельщиков, которые стали их 12-м игроком на поле. Подготовка прошла продуктивно. Вся команда готовилась, старалась. Хотят показать хороший результат в нынешнем сезоне. Сегодня играем против «Ла Фамилия». Команда очень хорошо играет на поле, хорошо выглядит. И постараемся показать сегодня очень красивый футбол и поблагодарить болельщиков своей игрой, одержать победу. Тренировки прошли всё по плану. Были двухразовые, также разовые тренировки. И первая игра, конечно, сразу дома. И надеемся, что 12-м игроком будут наши болельщики сегодня, которые будут поддерживать нас и гнать вперёд. Потому что в команде очень много молодых игроков, и они нуждаются в поддержке, которым некоторые из них в первые разы выходят на взрослый уровень, на вторую лигу Молдовы. Юные футболисты из команды «Агусспорт», которые пришли поддержать старших закомандников, выразили желание следовать их примеру и достигать высоких результатов, а также подчеркнули стремление развиваться и двигаться вперёд. Сегодня пришли поболеть за нашу любимую команду «Агусспорт», самая взрослая группа. И я надеюсь, чтобы они выиграли. Я думаю, что они, конечно же, выиграют. И мы тоже так будем тренироваться, как они, и, может быть, станем в самой лучшей команде в мире. Я играю с пяти лет. В Академию «Агусспорта» я уже почти пять лет. И футбол я выбрал из-за побед, потому что вот эту вот эмоцию не заполучить нигде в другом спорте. Пришёл на стадион, чтобы поболеть за свою команду. И желаю только победы. Тренер футбольной команды «Ла Фамилия» Юрий Хадыкин поделился своими ожиданиями от матча и отметил уровень команды «Агусспорт». Он также выразил благодарность за тёплый приём. Первые туры играем в Камрате на прекрасном стадионе, с хорошим полем, да. «Агусспорт» — это команда, мы наслышаны, что здесь молодёжь собрана с тренировочным процессом. Очень хорошая команда, перспективная. Собрали больше молодёжи, которые надеемся на будущее. Ну а время покажет. Мы рады, что начинается чемпионат. Игроки футбольного клуба «Ла Фамилия» рассказали о своих ожиданиях перед матчем и планах на сезон. Они поделились целями, которые ставят перед собой в этом футбольном году и высказали надежду на успешное выступление. В нашей команде чувствуется командный дух. Мы поддерживаем друг друга, помогаем друг другу на поле. Футбол, потому что я очень сильно люблю этот вид спорта. Для меня это как хобби. Соперники у нас крепкие, сильные. В данной команде я играл и раньше. Не сказать, что команда слабая. Команда крепкая, очень крепкая. Соперники довольно крепкая команда. Так посмотреть. Все вроде боевые ребята. Будем бороться, играть. Прошлый сезон достойно, но и всегда есть куда расти лучше. В итоге команда «Гусспорт» одержала победу над футбольным клубом «Ла Фамилия» со счетом 3-0. Хотим напомнить, что команда «Гусспорт» у 19 продолжает выступать в высшей лиге «Лига Тинерет». И в своем последнем матче сыграла в ничью с футбольным клубом «Магда Чешт» со счетом 1-1. Олег Глотко, Зинаида Канцер, Александр Глеков, Алексей Герчу, Новости ГРТ. И о погоде в автономии в завершении нашего выпуска. А на этом мы с вами прощаемся. Смотрите и читайте нас на сайте grt.md. Следите за нами в Facebook, Telegram и на YouTube-каналах. Делитесь с нами интересной информацией. Фото и видео вы можете отправлять нам по электронной почте grt.ethersobachkamail.ru. Мы желаем вам только хороших новостей. Оставайтесь с нами на канале ГРТ. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!